Трагедия в подмосковной семье настолько шокирующая, что ее корни ищут сейчас лучшие эксперты страны. Молодая женщина выбросила двоих сыновей с балкона, специально поднявшись с ними на 15 этаж из своей квартиры, которая находится ниже. Там, несколькими часами ранее, она уже пыталась убить мальчиков и саму себя. А на допросе заявила, что дети ей надоели. А мне иначе-то? Чьи? Детей? Детей. Галина? Рябков Владимир Сергеевич и Рябков Родион Сергеевич. Вот Родион. Владимир 2005 и Родион 2008. Галина Рябкова поразительно спокойна и хладнокровна. Подробно рассказывая о том, что сотворила накануне, она объяснила следователям. Дети ей надоели, и она просто решила от них избавиться. У всех ее соседей в подмосковном Долгопрудном до сих пор в ушах стоят два громких хлопка. Сначала один, потом второй. Первым на асфальт упал четырехлетний Родион. Следом – семилетний Володя. Люди слышали, как он плакал, умоляя маму не бросать его с балкона, как младшего братика. Я увидела мальчика. Он лежал на спине в зеленых шурсиках, и у него в руке что-то зелененькое, какая-то игрушечка была. Один на спине, другой лицом вниз. И вот, вы знаете, у меня такие же внуки. И просто, ну просто у меня все оборвалось. Но всех потрясло еще и то, что мать мальчишек села в лифт, спокойно спустилась вниз и, выглянув из подъезда, даже улыбнулась. Скорую вызвали соседи. Я задал ей вопрос, что это ваши дети, не ваши. Да, мои, говорит. И совершенно спокойно к выходу направилась. Она рассказывала, что надо было давно так сделать уже, и ей все надоело, как бы ей никто не дает жить спокойно. Уже потом следователям она рассказала, что пыталась убить детей вместе с ними и себя еще тем же утром. Она приняла с ними ванну, в которую положила фен. Однако вследствие замыкания свет в квартире отключился, и она приняла решение выбросить детей с балкона. Галина предложила мальчишкам запустить бумажные самолетики, для чего они все вместе поднялись повыше на 15 этаж дома. Сегодня под этот балкон люди весь день приносят цветы и игрушки. Многие не могут удержаться, стоят и плачут. Соседи пытаются понять, как такое могло произойти, ведь Галина никогда не кричала и уж тем более не била сыновей. Правда, накануне она жаловалась, что муж уехал в командировку в Волгоград, откуда они переехали несколько лет назад, и, как обычно, не оставил денег. Вот что мне делать? Она мне спрашивает. Каугаль, о чем ты? Вот муж уехал, дети у меня голодные, кушать нечего. Что мне дальше делать? Я ей говорю, что делать? На работу надо идти, Галь. Они ходят сюда болтать. По словам соседей, Галина не работала, а в 27 только собиралась поступать в институт. Семья была не из бедных, муж Сергей программист в крупной компании, но детей все видели неопрятными. Старший в этом году должен был пойти в первый класс, но его не приняли, потому что он не умел читать. Всех настораживало то, что она их одних оставляла дома. Она их закрывала и уходила на три, на четыре часа, каталась на роликах здесь у нас. И сколько раз мы ее видели, Галь, а дети где? А дети дома у нас. Всех настораживало, что она была как-то нездоровая худоба у нее. Галь, ты что, ничего не кушаешь? Как ты так? Она говорит, я неврстиничка, я ругаюсь, на мужа кричу. Мать-убийцу ждет официальная психолого-психиатрическая экспертиза. Но узнав о ее поступке, специалисты склоняются к тому, что она была полностью вменяемой. Уйти от наказания ей не удастся. И выбросить собственных детей с балкона она могла из-за банальной ревности. Копилась, копилась, копилась ненависть к мужу. И возникло желание не просто отомстить мужу, а уничтожить детей от этого мужа. Она получила удовольствие от того, что она сделала. Вот в этом самый большой трагизм. Она получила удовольствие от гибели собственных детей. Впрочем, как-то заранее понять, на что способна такая мать, практически невозможно, полагает психиатр Михаил Виноградов. Соседи же вдруг начали вспоминать странные шутки Галины на тему детской смерти, на которые до этого не обращали никакого внимания. Известно, что отец детей вернулся из командировки еще накануне вечером и едва не потерял сознание, узнав о поступке жены. Она прощение, может быть, попросила? Она посмотрела вам в глаза? Мы не разговаривали. А сегодня, рано утром, на стене дома кто-то краской вывел крест, написав, что здесь невинно погибли два малыша. Алексей Зотов, Наталья Голуб, Валентина Донова, Маргарита Мытник. Первый канал.